Да все ходят. А куда, где ходить? Здесь все заросло, речки, здесь речка, там ни мостов, ничего нет. Здесь вот вы видите сами, что здесь происходит. Почти полностью разрушенная плотина и озеро, которое скоро превратится в болото. Сооружение, которое еще помнит дореволюционные времена, никогда не видело капитального ремонта. Весной этого года левый борт плотины закономерно упал. Жители разъезда Шиловский бьют тревогу. Ладно, скоро ходить негде будет, сердце болит за озеро. Это водохранилище, как и само село, появилось благодаря железной дороге в начале прошлого века. Здесь заправляли паровозы. Паровозы ушли, а озеро осталось. Здесь купалось народу. Она как жемчужина была, это озеро. И соседние из деревень приезжают. Они сейчас приезжают люди сюда купаться. Потому что дальше не в Шилово, а дальше в деревне нет уже близких озер таких. Их вообще нет. С Шилово приезжают, да многие приезжают. Нового, Романово, Топчика, Барнаул, господи, отовсюду. С труда. Мальчишки на велосипедах приезжают. Все рыбаки заядлые, все здесь. Уровень воды уже упал, говорят местные. В этом году еще может оно простоить. Может быть. А весной его не будет, если его не сделать. Здесь есть бобры, норка, андатра, цапли, лебеди весной и осенью прилетают. Утки, вот, пожалуйста. Только долго ли им осталось жить? О вероятной экологической катастрофе, как оказалось, знают не все. И это касается тех, у кого эта катастрофа происходит прямо под носом. Наш телеканал отправил запрос в администрацию Калманского района. А местные жители уже решили подключить депутатский ресурс. Накануне они собрали подписи, которые направят в Алтайское законодательное собрание. Просто жалко будет озеро. Очень жалко. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.